Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – рынок интернет-платежей в России. Я представляю моих гостей. Сегодня в студии бизнес-класса Алексей Ковыршин, генеральный директор компании Хронопэй. Добрый день, Алексей. Добрый день, Олег. И Руслан Мананов, руководитель финансового департамента компании Хронопэй. Добрый день, Руслан. Добрый день. Ну что ж, давайте сразу же приступим к нашему разговору. Итак, напомню еще раз, тема – рынок интернет-платежей в России. Рынок этот действительно есть или это отдельные какие-то попытки его организовать, этот самый рынок? Потому что интернет-платежи, я так понимаю, вы можете меня поправить, не так давно появились на просторах Российской Федерации, да, по объективным причинам. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Да, рынок действительно есть, на самом деле, довольно уже давно, в принципе. Он возник, скажем так, позже, чем на Западе, но он… Существенно позже. Существенно позже, потому что, собственно, интернет в России немножко запоздал, да, и так далее. И он в данный момент, на самом деле, очень стремительно развивается. То есть, как бы растут… Люди начинают активно пользоваться оплатой чего-либо через интернет, потому что это удобно. То есть, это очень удобно, просто не выходя буквально из квартиры, да, там, из теплого кресла и так далее, можно оплатить все, что угодно. То есть, основная мотивация, почему люди смотрят сейчас, да, в интернет-платежи, это удобство, прежде всего удобство. Да, удобство, скорость, скорость, дистанционность, да. Я понял. Хорошо. А вы как компания, как давно вы работаете, кстати, на рынке? 2003 года. То есть, 10 лет на рынке уже? Да, 10 лет. Уже серьезный игрок, я так понимаю, да, в России. Да, наверное, одни из первых или либо… Ну, мы как, вообще вся история, она уходит в Голландию, да, то есть, мы начали сначала на европейском рынке, и потом мы постепенно начали, собственно, развивать рынок электронной коммерции уже в России непосредственно. Именно по этой причине, да, о которой Алексей говорил, потому что в России… Совершенно верно. Не так давно. Да, мы, конечно же, отстаем от Запада, безусловно, и для того, чтобы наращивать, собственно, объемы интернет-платежей, мы 6 лет назад приняли решение развивать этот рынок именно в России и строить его… Смотрите, вопрос какой, тоже достаточно традиционный, я бы сказал, да, вот Руслан говорит о том, что из Европы в конечном итоге посмотрели на Россию, увидели там, да, верно, да, это так, увидели там огромные возможности, потому что не было ни интернета, ни уж тем более, да, электронных платежей уж точно, и посмотрели вполне логично о том, что надо развиваться, надо осваивать российский рынок. Да, вы также еще поймите то, что, допустим, в 2003 году рынок России не был готов к электронным платежам, да. По какой причине? Ну, это просто менталитет, это русский менталитет, да, когда люди просто… Они не то, что боялись платить через интернет, они даже боялись пользоваться пластиком как таковым. Да, сейчас объем таких людей, он, конечно же, растет, во-первых, ставили зарплатные карты, да, то есть… То есть не отвертишься уже. Да, уже как бы вся зарплата уже на карте, да, но уже… Раньше еще… Конечно же было даже снимали, да, ходили в банкомат, зарплату снимали, потому что под подушкой вроде бы как бы надежнее. Совершенно верно. Вот, но… Ну, это парадоксально, да, я много раз вижу, что у нас… Да, на счет доверие, да. …кибетовые карты, для чего? Для того, чтобы пойти и сразу же все снять? Да, сейчас вот в основном как бы рынок растет, да, люди взрослеют, да, то есть в основном, естественно, это люди, это молодежь, да, и… Средний возраст. Средний возраст, да, совершенно верно. То есть правильно, я, собственно, об этом и хотел спросить, да, что ментальность российская, она сначала… Она имеет место быть. Да, усложняла этот бизнес, продвижение бизнеса, но, слава богу, что постепенно все меняется, да? Да, да. Хорошо. Если говорить о статистике, есть ли какие-то данные, может быть, приблизительные или точные цифры, вот сколько россиян подобными технологиями сейчас пользуются, именно интернет-платежами? Да, есть такие данные, вот, в среднем на 2012 год, да, по информации Data Insight, они составили около 10% от всего, собственно, объема. Ну, это не так много все же, да? Да, ну, конечно же, мы растем, то есть этот рынок растет. Хорошо, давайте поговорим тогда более детально, как он выглядит, этот самый рынок, ну, и даже как выглядит этот интернет-платеж. Давайте, конечно. Расскажите, пожалуйста. Смотрите, как это выглядит, собственно, для самого плательщика. Он заходит на какой-либо сайт, да, возьмем букет цветов, он хочет подарить букет цветов своей любимой супруге, он выбирает букет, нажимает кнопку «Оплатить», вот, в этот же момент ему магазин предлагает способы для оплаты, то есть он может оплатить наличному карьеру, оплатить Яндекс деньгами, там, веб-мани, в зависимости от того, какие инструменты подключены к данному магазину, да. Это, кстати, прерогатива магазина самого, да? Да, он сам выбирает, я могу вот так, вот так, вот так. Да, то есть он в портфеле этих услуг, он сам... Не то, чтобы магазин выбирает, магазин может предложить несколько способов. Выбирает именно вот кастомер, тот, кто заказывает. Я пользуюсь. Да. В данном случае он выбирает оплату банковской карты, и клиент попадает сразу на платежную страницу компании Хронопей, в данном случае, да, вводит свои, вводит реквизиты банковской карты и уже, собственно, вводит сумму, нажимает кнопку «Оплатить». То есть нужно только ввести номер банковской карты и сумму платежа? Там еще есть дату, expired date. Expiration date, да. Также есть CVV, код. И имя, фамилию. Да. Как на карте. Как на карте. Так называемый Mr. Cardholder. Плюс еще, наверное, не знаю, отдельная тема по поводу защиты. Есть еще технология 3DS, которая позволяет там еще сильнее защититься от мошенничества, и она требует ввода уже там 3DS-паролей, так называемых. Ну, давай расскажем, что такое. Интересно, как это работает. Это, конечно, интересно. Нет, вообще поговорить о безопасности интернет-платежа, это, наверное, отдельная тема, ну, более детально, по крайней мере. Это вообще целый стандарт. Да, этот стандарт имеет название конкретно PCI DSS, да. Разработан он Visa и MasterCard, довольно жесткий, его проходят все, кто участвует в цепочке карточных платежей, включая банки, то есть банки во первую очередь. Вот, и, собственно, этот стандарт регламентирует требования к системам, через которые проходит авторизация. Авторизация мы называем, как раз, платежи. Но они официально так называются, как бы общепринятый термин. Вот, собственно, помимо номера карты, expiration date, также там, помимо имени владельца карты, на карте есть так называемый CVV-код, который доступен с обратной стороны. Вот он якобы, это была первая ступень защиты, да, то есть, вот, мошенничество, но так как его тоже, в принципе, можно как-то каким-то образом, допустим, там, дай поднять карту, да, там, и все, и вот ты уже сфотографировал и так далее, то следующий шаг появился, так называемый механизм 3D Secure, то есть, где участвуют три стороны. Три домена. Да. Собственно, вкратце, для обычного пользователя карты это выглядит так, что после ввода карточных данных на платежной странице, его браузер региректируется на страницу банка, банка-эмитента. Поясню, эмитент это банк, который карту выпустил для данного пользователя, и на этой странице нужно ввести пароль какой-то. Это уже банк, да, присылает? Видите пароль? Способ доставки пароля различен, как правило, это смс-сообщение, приходящее в этот же момент, да, либо вот, может быть, он уже стареялся сейчас, но так же есть, это как в банке заранее выдается такой вот листок с паролями, одноразовыми, и каждый раз, допустим, вы вводите один пароль, зачеркиваете, потом нужно ввести следующий и так далее, и так далее. Да, Сбербанк, вот Сбербанк, они так делают. То есть, один я использовал, уже я больше его не могу использовать. Нет, он у вас там 10 паролей, да, он говорит, там, введите пароль номер 2, введите пароль номер 3 и так далее. Вот, и, соответственно, вот таким вот образом осуществляется проверка подлинности, да, то есть тут, ну, и в данном случае вся ответственность за операцию, допустим, здесь на мошенничество, берет на себя уже банкомитент, то есть, как бы, так как это через его страницу проходит и так далее. Вот, и, собственно, довольно надежный способ защиты. От мошенничества, да. Можно сказать, что вот в нынешнее время практически интернет-платеж, вот он практически на 100% гарантирует. Ну, да, то есть, данная технология, она подразумевает, что? То есть, если вы являетесь держателем карты, да, и вы предоставили контактные данные, свой номер телефона в банкомитент, да, и пароль должен прийти именно вам. То есть, тот, кому пришел пароль, это, безусловно, это вы. То есть, естественно, никто не видит ни карты, ни платильщика. То есть, вариантов здесь, да, каких-то придумать сложных. Да. Это очень сложно. Подумал мошенничество, рядом стоит и пользуется моим телефоном. Ну, да, либо подулом пистолетом. Совершенно верно. Да, ну, знаете, есть такие страны, где есть такое понятие прогулка миллионера, да, когда доводят до банкомаза, да, и так далее. Да, либо так. От этого уже защита как бы... Да, это другая история. Другие службы работают. Совершенно верно. Так же. Собственно, сам платеж каточный в интернете, он безопасен, если он осуществляется через, скажем так, платежные системы, прошедшие сертификацию, имеющиеся сертификат и так далее. То есть, в этом случае гарантируется, что данные карты никуда налево не уйдут, не будут использованы кем-то еще там, ну, мошенниками и так далее. Я понял. Спасибо огромное. Мы сейчас прервемся. У нас новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, продолжим эфир. Привет, бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Алексей Кавыршин, генеральный директор компании Хронопей и Руслан Мананов, руководитель финансового департамента компании Хронопей. Мы говорим о интернет-платежах в России, об этом рынке. Ну, и давайте продолжим разговор, который мы прервали, уходя на новости. Наверное, самое главное, да, в принципе, помимо технологий, поговорим о безопасности этих самых интернет-платежей. Ну, и я так понимаю, что, в принципе, можно практически о стопроцентной безопасности сейчас говорить с учетом нынешних реалий. Да, Руслан? Да, совершенно верно. То есть, также в компании Хронопей используется уникальный метод антифрод, то есть защита от мошенничества. Это, еще раз повторюсь, уникальная система, разработанная нашими лучшими специалистами в отделе риск-менеджмента. То есть, да, мы можем сказать, что плательщики защищены компанией Хронопей. Давайте теперь поговорим о том, что платит ваш клиент за эту услугу, потому что на река она не бесплатная, мне так кажется. Вот как раз-таки наоборот. Смотрите, когда кардхолдер, то есть держатель карты, физлицо, совершает оплату в интернете, с него никаких комиссий дополнительных, не взимается. То есть, если носки стоят 100 рублей, у него карта будет стоить 100 рублей. То есть, у нас схема взаимодействия, у нас бизнес-то-бизнес. И все комиссии ложатся на интернет-магазин, на торговую точку. То есть, эту комиссию оператору и банку и так далее оплачивают уже торговая точка непосредственно. А какие цифры, какие там наценки? Ну, опять же, это все зависит от типа бизнеса, да, все. Мы можем обсуждать любые условия. Это зависит от оборотов, от клиента, от того, насколько крупный клиент, насколько он брендовый и так далее. То есть, в данном случае, вы лояльны, да? Да, мы можем. Все обсуждается. У нас нет какого-то определенного фикса, но в среднем это около 4%. Ну, и в этом случае резонно спросить, насколько охотно сами компании внедряют вот эту схему интернет-платежей или предпочитают пользоваться по старинке. Да, я вам расскажу. На самом деле, бывают иногда такие интересные случаи, то, что бывает магазин, который там торгует мебелью, да, крупной, и они подключают возможность оплаты карты. Ну, казалось бы, странно. Странно, конечно. На мебелью все равно физически человек. Просто это фактически ничего не стоит, но возможность на сайте, она есть. То есть, это уже не такая дорогая услуга, тем более платежи, они занимаются, собственно, с проведенной транзакцией. У вас подключена услуга, хорошо. Просто это как бы имидж. Опять же, когда покупатель, там, мебель заходит на сайт, он видит, что с ним сотрудничает компания Хрона Пэй, это уже какой-то имидж для компании. То есть, он уже какую-то проверку прошел, то есть, эта компания не сбежит, не закроется завтра, и мебель ему доставят. То есть, я правильно понимаю, да, что помимо необходимости непосредственно, да, в взаиморасчетах, это еще создает какой-то бренд. Совершенно верно. Да, да. Много ли этих компаний сегодня в России, ну, если так, опять, некую статистику привести? Ну, смотрите, я думаю, что любой сайт, там, стартап, который начинает развиваться, да, на рынке, там, торговли, да, он в любом случае, он придет к тому, что ему нужен будет возможность оплаты через интернет. Можно так сказать, что это... Это логично, да, любой, да, e-commerce, так называемый. Совершенно верно. Он сначала, да, он начнет, у него ничего не будет, но все равно к этому придет. Это просто, это безвыходное положение. Ну, да, это логично, по крайней мере. Ну, я так думаю, что подобных компаний, их не большинство, наверное, сейчас в России. Не большинство, да. Опять же, я вам объясню, это менталитет, это российский менталитет, да, то есть регионы, они, естественно, отстают от Москвы по возможности оплаты, когда там также присутствуют там черные зарплаты и так далее, да, в конвертах. Но все равно постепенно мы переходим на пластик. Просто, да, мы отстаем от Запада на 10 лет. То есть мы посмотрим, что на Западе, да, то же самое, что у нас будет через 10 лет, в принципе. А что сейчас на Западе, кстати? Что у нас будет через 10 лет? Ну, вы знаете, там доходит до абсурда то, что если вы, например, в Штатах прогуливаетесь по улице, да, стоит ларек. С мороженым. С мороженым, да. Казалось бы, он не принимает кэш. Вы можете оплатить карты? Он принимает кэш, да, но также есть возможность оплатить карты. Я так думаю, что люди, которые в Штатах приходят замороженным, у них давно кэша-то уже и нет в карманах. Совершенно верно. Поэтому нас это тоже ждет. Но это нормально, кстати, вот вы как бизнесмены? Это удобно. Да, я тоже думал раньше, зачем нужен пластик, когда удобно у тебя деньги? Конечно. Это удобно, да. А сейчас ты понимаешь, что на пластике все деньги с собой. То есть если что, там какая-то непонятная, непредвиденная ситуация, ты всегда можешь воспользоваться своими деньгами. Тебе не надо ехать домой, лезть под подушку, забирать их или там снимать сберкнижки, скажем так. Россию ждет, ну как минимум через 10 лет, да, примерно то же самое, о чем ты сейчас рассказал. Да, да. Возможно изменится схема оплаты, то есть может быть это будет даже уже не банковская карта, а мобильный телефон, к примеру. Мы будем прикладывать телефон куда-нибудь. Совершенно верно. А, кстати, да, уже подобные примеры уже существуют. Да, да. Да, и мы, собственно, как компания, мы тоже следим за инновациям, скажем так, тенденциями, инновациям, да, трендам и пытаемся соответствовать ему и разрабатываем тоже возможность. Руслан, ну это логично, конечно, вы, я так понимаю, все-таки находитесь, да, у руля подобных технологий в России, да, в авангарде, что называется. Да, мы... Вот о тенденциях очень интересно, тем более, что мы заговорили, да, о перспективах развития и рынка в целом, и всегда хочется узнать, да, что будет через какое-то время впереди, как будет человек жить. Вот о тенденциях расскажи, пожалуйста, если... Ну вот смотрите, мы, как компания Хронопей, да, она очень известна на российском рынке, и мы стараемся опережать события, да, то есть мы постоянно развиваем свой портфель услуг, да, то есть недавно у нас были подключены такие возможности, инструменты для оплаты, да, это, допустим, Сбербанк-спасибо, да, то есть когда вы бонусами спасибо по карте Сбербанка, вы можете оплатить свой мобильный телефон через МТС. Удобно? Удобно, да. Мы внедрили услугу как лайк, да, то есть это сейчас очень популярно, то есть это когда... Еще расскажи, как звучит лайк? Ну, лайки, 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 да, там в Фейсбуке, да. Что он подразумевает эта технология, то что когда вы покупаете какой-то товар, допустим, там, электронику, да, кастомеру, то есть покупателю, усвечивается там сообщение о том, что опубликует данную покупку, да, на своем, там, в социальных сетях, да, и получит дополнительную там скидку, 5%, к примеру, да. Это, естественно, такой веерный эффект получается, да, то есть там его видят друзья, он купил там, знаешь, самую такую-то технику, там, то есть это такой маркетинговый ход в основном? Да, 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 да. Вот. Также мы реализовали услугу оплаты через Евросеть, да, то есть это когда, скажем так, то что… Так называемый отложенный платеж. Отложенный платеж, да. То есть когда клиент нажал оплатить, да, через Евросеть, может быть, у него там нету банковской карты, там, к примеру, да, ну, бывает такое. Ну, или там нету денег на банковской карте, у него там есть там, в шкафчике лежит, да. То есть тоже бывает. Да. Бывает. Пока еще, да. Поэтому мы решили вот сделать такую услугу, когда, допустим, вот Алексей правильно сказал, отложенный платеж, когда он нажимает оплатить через Евросеть, ему присваивается определенный код, да, он идет в ближайший салон Евросети, он, естественно, охват Евросети, он достаточно велик, подходит к операционисту, говорит, типа, вот мой код такой-то, такой-то, он там говорит ему сумму, он дает кэш, и уже возвращаясь домой, он видит то, что у него оплата произведена там за билет, за товар, за услугу. Ну, грубо говоря, услуга оказана. Да. Дорого, здорово. Ну, и, собственно, у нас еще определенный набор инструментов, о которых мы сейчас не будем говорить, просто это пока... Ну, понятно, коммерческая тайна. Скажем так, да, наша, да. Ну, правильно я понимаю, что, в принципе, вот, если говорить о трендах этих, да, то развитие и интернет-платежей, что естественно, и, в принципе, если говорить о каких-то фишках, они все связаны с новыми технологиями. Совершенно верно. Да, вот в этом направлении все движутся, с развитием интернет-технологий, да, с носителями, с гаджетами, социальными сетями, вот отсутствие. Совершенно верно, да, но мы же сейчас не можем даже представить жизнь без мобильного телефона. Уже да. Да, хотя 10 лет назад... Всего лишь, вот именно. 10 лет прошло. Я вот если так вспоминаю, а там флешбек такой, да, то есть, что было 10 лет назад. Легко мы могли жить без телефона, сейчас уже не можем. То же самое будет и еще через 10 лет. Уже не сможем жить без банковской картки, а мы уже без нее не можем жить. Ну да, и, в принципе, если опять-таки, да, говорить о том, что семимильными шагами развивается цивилизация... Совершенно верно, да. Оборот электронной коммерции растет. Растет, да. Хорошо. Хорошо. Расскажите мне, пожалуйста. Итак, компания ChronoPay, как мы уже говорили, занимает достойное место на российском рынке электронных платежей. А кто конкуренцию составляет вам? Вообще этот рынок, он так плотненький такой? Или есть еще достаточно много места, чтобы новые игроки приходили, занимали свободные ниши? Да, на самом деле. Алексей, я думаю, что расскажет. Как так сказать? Скажем так, есть устоявшийся набор игроков, которые появились раньше. Собственно, они держат лидерство. Тройку лидерства, допустим. Скажем так, большая тройка. Да. У вас тоже. Да. Здорово. Да, мы в нее входим. Вот. И появляется огромное количество просто новых таких компаний, которые пытаются так же в эту нишу влезть и что-то... У них такая возможность-то есть? Или просто... Если говорить о той большой тройке, да, то вы сами, пожалуйста, знаете, ну, очень сложно, да, между ними протиснуться и занять какое-то место. Здесь то же самое. Вы поймите, даже есть примеры, когда создавались так же платежные системы, да, в России нацелены на электронную коммерцию. В основном у них были все возможности, у них было финансирование, но проекты через два года просто закрывались, потому что они не выдержали той конкуренции, потому что это ноунейм, и так как бы этот рынок насыщен мошенничеством, да, непонятно, что будет, собственно, с новой компанией. То есть каждый новый игрок, он еще, прежде всего, он так воспринимается сомнительно. Конечно. Если возможно, что выходит какой-то новый игрок, да, но это, опять же, это чье-то либо лобби, то есть это делается под определенного клиента, вот какого-то там крупного, да, либо это еще что-то, но я могу сказать так, то, что Алексей правильно сказал, есть устоявшиеся уже игроки на этом рынке, и их уже будет очень сложно потеснить, если я не знаю, что должно вообще даже произойти с ними. Просто очень часто, я слышал такие истории, бывают ситуации, когда приходят какие-то новые такие команды или компании, да, процессинговые, или, ну, предоставляющие такие же услуги, как и мы, кому-либо, и им говорят, ребята, вы слишком маленькие, идите, погуляете, да. Вот буквально вот так вот. Всерьез не воспринимаются они. Да, всерьез не воспринимаются. Вот как сказал Руслан, правильно, либо это какой-то лобби, да, там, какой-то административный ресурс задействуется. Ну, то есть, они свои решающие. Грубо говоря, приходят и говорят, вот эти вот будут работать с вами, все. Вот либо так, а если же, как говорится, по-простому там попытаться, то можно получить вот такой отказ, что ребята слишком маленькие, зеленые, идите, подрастите. Я понял. Я понял. Хорошо, мы сейчас еще раз прервемся, у нас новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаемый рынок интернет-платежей в России. И у меня в гостях Алексей Ковыршин, генеральный директор компании Хронопей, и Руслан Мананов, руководитель финансового департамента компании Хронопей. Продолжаем нашу беседу. И конкуренция всегда очень важна в любом бизнесе, с любой точки зрения. Кстати, отсутствие ее, ну, я как понимаю, все-таки, да, если смотреть на основных игроков рынка интернет-платежей, отсутствие, да, со стороны новых каких-то образований, это не всегда, Ром, Руслан, что ты хочешь добавить? Это не всегда позитивно, я в этом смысле. Ну, не то, что позитивно. Смотрите, игроки, они постоянно появляются, постоянно появляются какие-то платежные системы. Даже бывает такое то, что не успеваешь следить за их появлением. То есть, не появляются, исчезают. И это достаточно забавно. Как я сказал ранее... Извини, я еще уточню. Ничего нового принципиально пока, если кто-то в новый пришел. Они не привносят ничего в новое. Потому что тот портфель услуг... Попытка повторить то, что уже есть. Очень сложно. Потому что, смотрите, у нас здесь идет непосредственная связка с банками, да, эквайерами. И у нас один из самых больших портфелей именно банковских. Уже наработки есть. Да, да. То есть, еще не каждый банк будет работать с оператором платежей. Вот так же, как Алексей привел пример. Ребята, у нас есть уже партнеры, мы с ними давно работаем. Это пример из жизни. Конечно. Я просто не буду называть банк. Не суть важна. Я прекрасно понимаю эту позицию. Зачем мы сейчас будем что-то мутить, если у нас все уже есть и мы доверяем партнерам. Совершенно верно. Поэтому в этот рынок влезть сложно. Но, опять же, если есть лобби, то все двери открыты. Мы, естественно, живем на собственные средства. Никто нас не финансирует. Ну, так вот, проблема отсутствия конкуренции. Это проблема все же, да? Вы в какой-то момент расслабитесь, скажете, ну что, уже все у нас есть. Не совсем так. Я не соглашусь насчет отсутствия конкуренции. Мы говорили уже о тройке лидеров. Так вот, собственно, между вот этими компаниями, в чисто, в которых мы входим, конкуренция как раз присутствует. Причем довольно жесткая. Довольно жесткая, да. Поэтому тут нельзя говорить, что ее нет. Мы не опасаемся каких-то новых, грубо говоря, там, допустим, компаний, да. Но мы пристально следим за нашими вот такими тоже матерными конкурентами. Да. И отдать должное коммерческому департаменту, который у нас работает, как часы можно сказать. Они молодцы. То есть это, собственно, их постоянная головная боль следить, предугадывать, чуть ли не предсказывать и так далее. Давайте вот о чем поговорим, уточним точнее, да. Какие платежные инструменты поддерживают современные системы, ну и в том числе компания Хронопей? Ну, как я вам уже сказал, да, до этого это наши новые наработки, да, там, Збербанк, спасибо, лайки, там, Евросей, да. Собственно, также это карточные процессы. То есть традиционные, да, традиционные карты. Также это электронная коммерция, это Яндекс, деньги, вебмани, киви, кошелек, да. То есть со всем этим мы работаем. Смотри, вот ты даже все то, что сейчас перечислил, ну, на мой взгляд, не профессиональные, может быть, они достаточно похожи, ну, по набору опций и по задачам даже. Вот я как простой пользователь, вот я должен выбрать ведь что-то, на что я должен сориентироваться, чтобы... Опять же, смотрите, здесь идет на удобство, да, то есть что вам удобнее платить, допустим, вы являетесь там фрилансером, да, чаще всего эти там зарплаты, да, скажем так, зарплаты, да, в кавычках, они падают на кошельки, на Яндекс-кошелек, на кошелек вебмани, да. Так просто устроена жизнь, да, потому что нужно... Да, да, ну просто это удобно, это удобно, да. Это удобная схема расчетов, и, соответственно, человеку в данном случае, допустим, в этом, для оплаты данного платежа ему удобно использовать Яндекс деньги, для оплаты там другого платежа ему там удобно оплачивать там карты, да, потому что везде есть определенные лимиты на оплату, да, которые расставляются торговым предприятием, да, и, скажем так, что все зависит именно от того, где у вас лежат деньги. То есть выбор мой, конечно... Где вам удобнее, да, может, вам легче в Евросеть прогуляться. Ну да. Воздухом подышать, скажем так. Если недалеко это расположено. Ну, вновь, тем не менее, вернемся, если не возражаете, давайте поговорим о перспективах, о неких перспективах развития этого бизнеса. Я так понимаю, что, ну, вы как, так сказать, бизнесмены оцениваете, да, некие развития, вот в рамках чего? В рамках того, что будет расширяться, естественно, да, ваша просто клиентская сеть именно потому, что... Клиентская сеть и оборот будет, безусловно, расти, потому что это рынок, он молодой, и, естественно, у нас... Я думаю, что вы все знаете, да, там, компания eBay, да, там, ну, немного другая, другая структура, тем не менее, все равно объем платежей, там, пластиковая... Развивается она по той же логике, да? Совершенно верно, да, то есть мы идем по той же тропинке, скажем так. Все больше и больше. Да, то есть эта тройка оператора, да, она будет только увеличить объем платежей. Как говорил Руслан ранее, регионы пока не так, скажем так, охотно идут на это, но... Я хотел как раз... Страна большая, Россия, и, соответственно, до чего все-то дорастет, таких размеров, можно только гадать, догадываться, гадать. Да, просто если сравнить, совершенно верно, вот Алексей сказал, да, если вот плотность населения, допустим, в Штатах, да, и в России она совершенно разная. Вот, естественно, ну, я думаю, что у нас... Ну, на регионы вы ставите? Конечно, да? Конечно. За счет чего, собственно? У нас есть клиенты, собственно, во всех регионах, да, то есть к нам подключаются там и с Дальнего Востока, то есть клиент у нас... Ну, пока не так охотно. Не так охотно, да, но все равно это маленькие шажки, да, потом это уже будут там семимильные шаги. То есть все равно, как я сказал ранее, да, все клиенты, которые работают в интернет-индустрии, да, предоставляют услуги через интернет, они будут работать потом и принимать оплату картами за свои услуги. Это, наверное, можно даже сравнить вот с терминальными точками, такими в магазинах, да, знаете, пополнить счет. В принципе, наверное, с мобильных, опять-таки, телефонов все и начинается, как мне кажется. То есть человек там, допустим, платит, привык платить за мобильный телефон, грубо говоря, в соседнем магазине, да, пришел, положил кэш там и так далее. Потом в какой-то момент у него там, допустим, кэша не оказалась, но есть карта. И вот он где-то слышал, что в интернете можно это сделать. Зашел на свой сайт, на своего оператора, на мобильного оператора, там пополнить счет и попадает на форум. Ну, это сложно. Ему сложно, это у него привычка. Леш, я понял, о чем разговор сейчас. Он 10 лет ходил в этот самый магазинчик, в терминал, опускал, все было хорошо. И вдруг случилось страшное, да, что-то там не срослось. И вот он пришел домой, открыл компьютер, потому что слышал, что ты ему рассказал. И увидел там какие-то сложные вот эти формы. Они не такие сложные, на самом деле. Но ему надо привыкнуть же к этому. Ну, плюс мы еще говорим о том, что это новое молодое поколение, которое, на самом деле, оно лучше, оно проще воспринимает все новшества. Поэтому однажды, как бы попробовав оплатить свой мобильник в интернете, ты, извиняюсь за выражение, садишься навсегда на это. Конечно. А после этого ты уже понимаешь, а почему мне, например, не оплатить, там, не знаю, свой интернет, да, через интернет. Интернет, через интернет, через КАД, там, потом коммунальные услуги, там, а потом заказывать еду домой и так далее, и так далее, и так далее. Это мы можем дойти до этого. Опять-таки, авиа там. Я, кстати, хотел вернуться к терминальной сети, да. Вот как вы думаете, удобно вообще оплачивать в одном месте, да, вот в терминале, да, любую услугу, которая вам нужна. Там интернет, мобильный телефон. Ну, давай так, я думаю, что удобно. А представьте, если бы это еще было бы в интернете. То есть, вот этот терминал некий, да, он был бы еще... Представьте то, что вы видите на мониторе терминал, да, вы видите у себя на мониторе дом. В носках, в теплых, да, с качачкой кофе, в одеяль. Так вот, компания Хренапей, собственно, также предоставляет данную услугу в терминале. То есть, да, я представлю, что это есть. Оплату терминала, да. Ну, я соглашусь опять, да, вот мы сейчас об этом говорили с тем, что молодое поколение, ну, оно, условно говоря, родилось с мобильным телефоном, и для него это вообще не проблема. Совершенно верно. А зайти сейчас в какой-то банк, и там по-прежнему очереди, к окошечку, коммунальные платежи или там еще, в основном это люди, да, старшего, там, среднего, зрелого возраста. Вот это ваши потенциальные клиенты, их вот как переманить на сторону прогресса-то? Есть такая возможность, Руслан? Ну, как вам сказать, здесь именно нужно уже учить людей. То есть, так вот, как вы правильно сказали, да, то, что там приходишь в Сбербанк, да, и там вот видишь специального обученного человека, который стоит там, бабушкам рассказывает, как им вообще пользуются вот этим новшествам, которые стоят, терминал, да, как там оплатить за квартиру, да, и потом уже смотришь, там, там это было полгода. Она уже сама пришла. Да, там, уже смотришь, бабушка сама там сидит, там, фигачит, там, деньги засовывает, все замечательно, не рада. Ну, до интернета... Ну, до интернета, опять же, смотрите, это компьютер, да, то есть для того, чтобы воспользоваться интернетом, воспользоваться оплатой карты, надо как минимум иметь карту, иметь компьютер, а не каждый пенсионер себе на телефон может это позволить. А, допустим, может быть, к ней приедет ее внук или там сын или дочь, скажет, бабуль, ну, что ты ходишь постоянно там метров даже по столу до сюда, вот смотри, я сейчас тебя настрою, ты просто делай вот так, и все. И она дает делать, и даже забудет, где этот банк находит. Ну, опять же, даже тот же самый внук может за нее просто оплачивать все это. Или так. Просто, может быть, она и платит, но просто за нее платит другой человек. Или настроить так называемые регулярные платежи, которые просто повторяются периодически. Если можно поподробнее, еще раз, какие платежи, Леш? Ну, смотрите. Регулярные платежи? Регулярные платежи, да. Как это выглядит? Расскажешь, Леш? Как это устроено? Да, да, именно как устроено. Ну, я не буду в подробности не даваться, я скажу вкратце. Однажды, скажем так, это что-то наподобие привязки карты. Однажды оплатив услугу, подтвердив, что это вы, далее просто автоматически будет списываться с карты средства. Так можно, например, сделать там… То есть, какой-то конкретный день, да? Да, да. Что-то типа автоплатежа, как в интернет-банкинге есть. Совершенно я понимаю, то же самое. То есть, надо… То есть, это один раз сделать, потом забыть вообще навсегда об этом, до тех пор, пока деньги не кончатся. Вот это тоже вещь такая, забыл, оно спитывает, а мне уже и не нужно это. Ну, то есть, это как, вспомнится, если ты в итоге у Олеса с работы надолго в отпуск уехал, и кончились деньги. И кончились деньги. И тут тебе сразу звонки со всех сторон, ты должен там за воду, за газ, за электричество. А ты думаешь, ой, е-мое, да. Где же мои деньги, да? У меня был автоплатеж. Ну, то есть, Руслан, еще раз, смотри. Я какой-то платеж совершил, необходимый мне, да, и понимаю, что мне нужно его периодически повторять. Какую-то галочку я ставлю. Сделать определенную настройку, какая периодичность, какая сумма, да, должна списываться у вас, и забывайте об этом головной боли. Опять же, допустим, да, если вы оплатили какую-то услугу, да, и вам она не нужна, вы всегда можете вернуть деньги. Это, кстати, об безопасности, скажем так, да, платежей. Подробнее, каким образом? Ну, смотрите, допустим, вы купили, допустим, какую-то вещь, да, в магазине, в магазине одежды. Когда вы ввели сумму, там, 100 рублей, нажали оплатить, у вас приходит смс, то, что прошла оплата. На самом деле эти деньги еще не списаны с карты. Это просто эти 100 рублей, они у вас замораживаются на карте. Да, и фактически списание придет только тогда, когда к вам уже приедет курьер с вещами, вы померите их и скажете, да, окей, я беру вот эту, и там из 100 рублей там, да, заказанных, с вас пишут только то, что вы реально забрали, то есть 50. То есть 50 у вас размораживается, 50 уходит, собственно. Да, опять же, у нас есть возможность возврата в течение 14 дней, вот, ну, не подошла она там по размеру все-таки. А вот этот процесс сам возврата? Процесс, он, да, он очень прост. Человек просто звонит в ту торговую точку, где он покупал, да, и говорит то, что, ребят, ну, не подошла вещь, давайте его там вернем, конечно, без проблем, там, называйте там параметры карты, да, там, сумму транзакции, там, и так далее. А когда был платеж? Ну, я, извини, опять, как это выглядит без интернет-платежа, когда что-то не подошло, ты поехал в магазин, паспорт с собой нужно взять. Паспорт обязательно заполняешь, понимаете, чек должен привезти, это муторно на столько, что иногда, конечно, ты... Это муторно, я вам сейчас расскажу, да, дальше, это так называемый рефант, то есть возврат, да, средств через торговую точку. И торговая точка уже сама в своем личном кабинете в Хронопее, да, он делает пометку, то, что вернует данный платеж. Данный платеж сразу возвращается на карту клиента. То есть, в принципе, достаточно мне только желание свое озвучить, да, мне нужно назад деньги, мне не подошло. Да, но бывает такое, что... Подтвердить, что ты... Да, я вам даже скажу так, то, что даже при мошеннических операциях, да, когда у вас вдруг списались деньги там за какой-то мобильный телефон, и вы этого не делали, да, вы просто идете в свой банкомитент и пишете заявление, что прошу рассмотреть данную операцию, потому что я был в отпуске еще где-то, и просто... Да, я не совершал эту операцию. И банкомитент уже запрашивает, собственно, делать расследование данного платежа, и это уже делает возврат под грифом, как бы, чарджбэк. Да, это более такая серьезная тема. Да, более серьезная, да, то есть, торговые точки за это штрафуются, это очень неприятная процедура. Если у вас там очень большой объем, то торговая точка сразу отключается, и накладываются там огромные штрафы платежными системами. Главное, что я защищен в этом смысле. Да, то есть, в данном случае, да, покупатель, как физлицо, защищено со всех сторон. Вот еще вариант есть такой, например. Леша, сейчас, на секунду мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, еще одна часть нашего эфира, к сожалению, последняя. Я напомню, сегодня в бизнес-классе генеральный директор компании Хронопей Алексей Ковыршин и Руслан Мананов, руководитель финансового департамента этой же компании, компании Хронопей. И мы обсуждаем тему интернет-платежей в России. Вот сейчас заговорили, да, о доступности не только платежей, но и возврата, да, потому что возврат денег в обычной жизни, да, как многим известно, эта вещь такая муторная. Да, но это, так скажем, самого себя подстраховать. Вот Алексей хотел добавить. Да, я хотел добавить такую вещь. Допустим, по ошибке положили деньги на не тот номер телефона, да, то тогда эту проблему можно решить, не используя там чарджбэк, ну, как таковая, как жесткая мера, а уже связавшись с оператором и сообщив ему все детали платежа, оператор внутри себя просто нужную сумму перекинет как бы на ваш счет. И все? Да. А он, кстати, я ему позвонил, объяснил, он видит, да, что действительно, вот я хотел на этот номер, а случайно? Конечно, потому что когда вы платите, вам приходит так называемый ресип-имейл, где указаны все необходимые детали платежа. Просто вы можете позвонить в поддержку оператора, вас запросят назвать необходимые параметры, и все будет окей. Здорово. Ну что, смотрите, все лучше и лучше, картина. Да, платить через интернет становится модно, удобно и безопасно. Я вот, например, просто про себя скажу, хожу с наличкой, то вообще очень мало, даже часто бывает, что, блин, а где наличка, где банкомат уже настолько привык, в кафе, там, не знаю, или дома там телефон заплатить, интернет, даже за что угодно. Ну, я на всякий случай напомню нашим слушателям, что Алексей Кавышин, генеральный директор компании Хронопейн, ему сам Бог велел таким образом отказаться от налички. Друзья, я хотел бы, чтобы вы подробнее рассказали, вот я читаю, что клиентами и партнерами Хронопейн являются такие уважаемые люди, уважаемые компании, Greenpeace, Sony, MTS, Yoda, Transair и так далее и тому подобное. Вот, опять-таки, с точки зрения репутационной, иметь таких партнеров приятно. Это круто. Это круто, да. Но это наклады определенной ответственности все же. Конечно, конечно. Вот как жизнь сложилась, да, каким образом, что с партнерами стали глыбы. Смотрите, вот такие клиенты, они, соответственно, очень требовательные. Им постоянно требуются технические доработки, да, допустим, кастомизация, там, не знаю, даже, это банально, да, кастомизация, там, платежные страницы даже, да, то есть, когда вы переходите на форму оплаты, она не ChronoPay, да, то есть, она именно сделана в формате, там, того же самого, допустим, MTS. Ну, понятно, что look and feel. Да, да, не отпугивал сразу, да, клиент, ой, куда это я попал. Да, да, совершенно верно. То есть, и еще там много-много доработок, то есть, мы всегда пытаемся уделить внимание клиенту, то есть, мы всегда слушаем клиента, что ему нужно. Руслан, смотри, перебью тебя. Вот с этой точки зрения, да, мы работаем с большим, ну, не будем называть его по фамилии, с большим клиентом, и он, естественно, вот такое предложение вам озвучил. А с вашей точки зрения, да, это не ущемляет какие-то вот те же самые, я не знаю, там, репутационные ваши права, потому что вы же тоже крупная компания. Нет, ну почему, мы же, смотрите. Или вы ищете компромисс какой-то? Нет, здесь немного не так, смотрите, здесь определенная доработка, это, собственно, это дополнительный оборот, да, мы комиссию получаем от оборота. Чем лучше мы сделаем клиенту, тем будет больше оборот, тем больше будет наше. То есть для вас как раз вот это нормально? Да, мы работаем на клиента, мы работаем для клиента. То есть выпячиваться, да, лишний раз, может быть, и не стоит, правильно? Да нет, почему? А лучше наоборот. Как раз-таки лучше сделать все, чтобы клиент был доволен. Опять же, здесь есть конкуренция, вы поймите, если мы не будем номером один, то мы будем номер два. А это неправильно, это не наша политика. Отдельно очень большое влияние уделяется беспрерывности сервисов. То есть вы сами понимаете, что если, например, сервис выключается на 10 минут, то проблема. Это проблема всех. Смотрите, до другой стороны, существуют, так я условно называю, рыночные риски, а существуют нерыночные риски. Вот выключение вашей системы по вине провайдера, например, интернет-провайдер, это не ваша же проблема, но она случилась, и как этого избежать? Нет, это все... Вообще отказоустойчивость, да, это отдельная область, причем как раз я этим занимался очень плотно до того, как пришел Хронопей, существуют наработанные техники, как это делать, резервные дата-центры, резервные каналы и так далее, и так далее. То есть застраховаться на 200% надо, да, чтобы... Да, и все это есть, поэтому тут, собственно, и сами провайдеры страхуют, то есть страхуются все в этой цепочке. То есть, допустим, там может упасть половина серверов, но все равно система будет работать. Потому что есть еще одна половина. Их может быть несколько, не то что половина, их там четыре. Я так понимаю, затратная часть вот на этот, по крайней мере, да, на этот сервис, это достаточно серьезно. Да, это достаточно дорого, да. Ну, вы, тем не менее, на это идете. Ну, понятное дело, потому что если мы не будем, как я уже сказал, работоспособны, то мы будем просто терять деньги. Каждая минута – это деньги. Ну, просто нас с нами не перестанут работать. Да. Мы просто потеряем лицо, как ненадежная компания. А какие еще вот важные риски можно вот в этом же списке, так сказать, еще упомянуть, да, продолжить? Ну, вот то, что связано с потерей, да, интернет-связи. Это очевидная проблема, ну, могущее возникнуть, и вы от нее застраховались вот таким образом. А что еще вам, как провайдеру интернет-платежа? Я вам скажу так, если у нас даже не будет сотрудников в офисе, да, допустим, пойдут там все на сейшн какой-то, да, то все равно все будет работать. Да, система полностью автоматическая. Она полностью автономна. Там всевозможные алерты, есть смс-алерты, поэтому если что не так, придет, ну, есть команда, соответственно, специалистов, ну, у нас, они в любое время, там, дня и ночи готовы будут, я скажу такое слово, подорваться и поехать очень нить. Причем, грубо говоря, я опять скажу, что не все очень нить, а вот именно то, что упало, потому что все полностью не упадет, да, я гарантирую вам, как, собственно, директор компании Хронопа. Я понял, я понял. Опять же, у нас все очень безопасно даже. То есть, оно будет безопасно, но прозрачно, никто об этом не знает. Ну, в этом и профессионализм. В этом и есть, на самом деле, да, резервирование, устойчивость. Да, и даже то, что все, что у нас там настроено, сломать это сложно, потому что даже для того, чтобы включить компьютер, такое надо сделать. Просто обычному пользу. И вот это отдельно все как раз опять возвращается в тот самый стандарт, чтобы поддержать работу. Хорошо, значит, я так понимаю, что в принципе, да, вот кроме той проблемы, о которой мы сейчас говорили, и тем более, что вы с ней очевидно справились, других проблем в этом бизнесе быть не может просто. Неожиданных рисков, вот я еще раз подчеркиваю этот вариант. Да, в принципе, нет. Типа пытаюсь, я вот пытаюсь. Я тоже думаю, что... Пытаюсь, да, придумать. Ну, вот вы же понимаете, что на самом деле с этой цепочкой платежей задействованы много игроков. А если взять самую классику, это карточные платежи, то там цепочка, она может быть очень... Содержать несколько звеньев, да? Ну, согласись, в чем слабость любой цепочки? То, что порваться... Любое одно звенье отказывает, да. Может быть, вы слышали, год назад или два были проблемы с визой, с мастером. Ну, может быть, слышал, я сейчас не слышал. Вот, соответственно, стали платежи по всему миру вообще везде. Вот, вот. Вот такие риски. Что случилось? Ну, здесь уже непосредственно... Что случилось? А эта история связана с Викиликс, с группировкой Anonymous и так далее, и так далее. Ну, там как бы это все писалось в новостях. То есть, виза-мастер запретили принимать пожертвование на Викиликс с помощью пластиковых карт, за что Anonymous ответили им вот таким вот шквалом, скажем так, запросов. И виза-мастер не справились. Это некая хакерская атака, так можно, наверное, сказать. Ну, там оно продолжалось, по-моему, то ли час, то ли два, может быть, даже полдня, я не помню, по-моему, два часа всего. То есть, они сгруппировались, перевели какие-то резервные мощности, нам это неизвестно, но заработали. Но самое главное, что в эти два часа, ну, и не скажу, что весь мир, потому что, насколько мне известно, в Китае вообще там своя закрытая платежная система. Ну, грубо говоря, весь мир, который использует виза-мастер, встал. То есть, ни платежи не ходили. Это очень серьезная проблема. Даже надземная, да, то ли, ни банкоматы, ни посттерминал, ничего. Кстати, да, страшная такая история в том плане, что я подумал, что мы живем в глобальном мире, представляете, да, вот где-то что-то случилось, и весь мир это чувствует. Раньше такой картинки сложно было представить. Ну, сейчас же все, я хочу сказать, все-таки движется в сторону вот именно повышения надежности. То есть, и люди учатся на ошибках. Ну, да, и вот на этом примере наверняка тоже. И мы учились на ошибках, и там, те же визы с мастером, я уверен, уже больше такого у них не случится, хотя, вы знаете. То есть, как бы, жизненный опыт такая вещь, что научившись одному, постоянно появляется что-то другое, и приходится с этим бороться. То есть, вечно в движении. Конечно же, предыдущий опыт очень сильно помогает, но это постоянное движение. То есть, если буквально на момент расслабишься, то можно оказаться далеко. За бортом. Да, за бортом. Ну, с другой стороны, движение – это жизнь. Алексей, Руслан, смотрите, у нас есть полторы минуточки буквально, да, о ближайших или, может быть, средне-долгосрочных перспективах, да, как будет развиваться Хронопей, как вы себе это видите, какие вы себе задачи ставите стратегические, расскажите. Ну, как я уже сказал, то, что мы будем развивать новые услуги, новые портфель услуг, скажем так, даже, да, для клиентов, для наращивания портфеля клиентов. Клиентской базой, да? Клиентской базой, да. Для увеличения оборотов. То есть, наши прибыли – это обороты. Не секрет, что оборот у нас растет. Да, не секрет. Это не секрет, об этом надо говорить, конечно, не надо открывать это. Оборот у нас растет и радует нас. Да, и каждый день у нас к нам подключается клиента. Не было дня, чтобы к нам не подключился какой-либо клиент. Ну, то есть, вперед смотрите с оптимизмом, я так понимаю. Мы пытаемся планировать что-то, допустим, год на три вперед. Пока получается. Планы выполнять получается, планировать-то, может, все, что угодно. Выполнять. Выполнять. Ну, вы сами понимаете, три года – довольно большой срок, может все резко поменяться. Совершенно верно. Пока получается. Ну, как бы, соответственно, три года разбиваются на небольшие промежутки, вот. И, так называемые, майлстоун, да, и вот. Поехали, поехали, поехали. Раз мы повернули, дальше поехали. Я понял, спасибо, спасибо, дай бог, чтобы все было хорошо. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в гостях у меня были генеральный директор компании Хронопэй Алексей Кавыршин и Руслан Мананов, руководитель финансового департамента этой же компании Хронопэй. Мы говорили о рынке интернет-платежей в России. Спасибо вам, уважаемые гости, за то, что пришли в эту студию. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.